Доброе утро! А потом еще их делают такими не сладкими, а как раз наоборот, с сыром, с беконом, с жареным луком. Вот смотрите, какая у меня идея сегодня утром. Берем сковородку, разогреваем ее как следует, добавляем сюда 2 столовые ложки extra virgin olive oil, потому что самое лучшее масло нам в тесто нужно добавлять, а то, что мы сейчас будем здесь делать, мы это будем в тесто добавлять, вот вообще основа вкусового теста, кусочки бекона, нарезаю вот такими небольшими полосочками. Нужно использовать сало с прослойками, мне кажется, что очень вкусно, когда есть копченый привкус у бекона или у сала. К бекону добавляю измельченный лук и оставляю все это на сковороде золотиться. А мы с вами займемся непосредственно приготовлением теста. Возьмем 2 миски, одну большую, одну поменьше. В одной миске взвесим 300 граммов муки, столовую ложку сахара, пакетик разрыхлителя, пол чайной ложки соли. И всыпем это в большую миску. Соединили сухие ингредиенты. 200 миллилитров молока. Два яйца. Пожалуй, даже эта миска нам не понадобится. Обойдемся стаканом. И 4 столовые ложки оливкового масла. Не забываем, что у нас жарится бекон и лук. Все должно быть золотистое, но ни в коем случае не горелое. Вот как раз вот такое красивое, ароматное. 4 столовые ложки оливкового масла. Взбиваем. Жидкие ингредиенты, для того, чтобы они соединились вместе. Блендером, венчиком. До однородного состояния, не больше. Пучок петрушки, довольно крупный. Вот такой вот. Измельчить мелко. Свежую травку можно заменить сухой. Но сейчас весна. Мне кажется, это практически преступление отказаться от свежей травки. Петрушку добавили в муку. И сюда же в муку добавляем, вооружившись лопаткой. Размешали. Все, что есть, надо дать еще хорошо. Вот такую щедрую щепотку свежемолотого черного перца. Теперь сюда добавляем бекон и лук. И молоко и яйца с маслом. Все быстро перемешиваем, чтобы получилась вот такая однородная смесь. Берем в формочку и раскладываем на две трети по формам наше тесто. Получается шесть довольно вот таких вот крупненьких маффинов. Конечно, их можно сделать вообще крошечными мини-маффинами. Вообще, это даже прекрасная идея, знаете, для такой закуски. Такой вот аперитив. Духовка разогрета до 190 градусов. Выпекается это счастье очень быстро, 15-18 минут. И завтрак по столе. И все, красота. Через 25 минут я открываю духовку. Я знаю, вы вместе со мной умираете от любопытства, ну и от головы тоже. Смотрите, какие маффины у нас получились. Они чудесные, они прекрасные. Они такие ароматные. Ох, и сытные. Вынимаем. И совсем горячими их есть не рекомендуется. Но тепленькими уже можно. И вот пока они остывают у нас в форме, мы с вами завариваем чай. Между прочим, чай таким маффином, это просто идеальная комбинация. Мы возьмем классический английский чай. Очень-очень вкусный, очень ароматный. Здорово заваривается. А самое главное, он устроит даже самых взыскательных любителей чая. Потому что и с лимоном, и с молоком, и сам по себе он потрясающий. Завариваем чай. Как хорошо, что у меня есть правильный чайник, у которого есть две необходимые мне функции. Главное это поддержание температуры. То есть, если не нужна теплая вода, она не остывает никогда. И потом вот для заварки чая все очень грамотно придумано. Есть для белого чая 70 градусов, для зеленого чая 80, но и для такого черного 100, чтобы получился крепкий, насыщенный аромат. Чай заваривается. Маффины тоже остыли. Смотрите, какая красота. Сначала любуемся, но потом обязательно завтракаем. Желаем друг другу приятного аппетита. А на следующий раз приготовьте любые салатные листья, апельсин и осьминожков. Прекрасного вам дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова